Встреча с Национальной Идеей Нашелся еще один патриот, который думает, что к его слову прислушается нация, но пока Альпарк поможет вам в этом, чтобы вас услышала страна, я сейчас еду, из дома ехал 50 минут, страшные пробки, и думаю, какая национальная идея, сначала давайте с дорогами разберемся. Может быть национальной идеей будут хорошие дороги, хорошие менты, работающие ситофоры, а мы все уходим куда-то в нашу историю и лезем куда-то вперед, куда нас никто и не зовет. Ну, начнем наш разговор. Ханал, большое спасибо, что шли к нам сегодня. Я знаком с вашими трудами, с вашей активной жизненной позицией, это нормально, оно вызывает всегда неоднозначные споры. И я думаю, что в этом, наверное, есть и где-то ваша фишка. У меня несколько вопросов по книге, по вашим всем вещам. Во-первых, мне, когда я вчера получил книгу, мне стало обидно, что вы здесь изобрели... Другого не нашли, да? Какого-нибудь там безликого. Так что большой привет вашему этому фотографу или кто-то там компоновал. Я ему шишку поставлю на голову. Ну, вопрос у меня такой. В вашей книге вы исследуете историю казахского народа, его становление, его рост, его сегодняшний день. И, как я понял, споры сегодня разгораются вокруг того, что вы сравниваете казахов и американцев, что казахстанцы, американцы, это одно и то же. Это и там, и здесь сброд. А нам гашхан, нам гашхандар кельдэ, вот, бродяжничали, непонятно каких кровей, непонятно каких степей, вот, собрались. Понимаете, что такая цыганщина? Это, есть научно обоснованное мнение, это ваше убеждение или это заказ? Первый вопрос. Американская нация, они хотят быть как мы и к нам хотят подтянуться, вот. Во-первых, ни американская нация, ни казахи не являются сбродом, да, в том смысле, который обычно люди подразумевают. Просто речь идет о том, что найти какой-то единый антропологический тип, да, или какое-то кровно-генетическое родство среди казахов, допустим, да, и американцев тяжело. И дело просто идет о схожести, о схожести сложения, да, этноса. То есть мы не найдем ни одного рода или племени, которое называлось бы казах. Не было даже такого человека по имени казах. И это каждому казаху прекрасное известное. В любую генеалогию шижере возьмите, не найдете ни одного шижере, где был бы такой человек, у которого было имя казах, и от которого происходились остальные рода и племена. То есть и в этом отношении у любого, знаете, этноса существуют такие рода и племена, да, от которых пошли все прочие, да, более разветвленные сообщества этнические, да. В то время как у казахов такого рода и племени нет. И, кстати, они не единственные, кто связаны с этой проблемой, да. К примеру, как ни странно, когда образовывались древние монголы, в то время тоже не было такого рода и племени, как монголы. Это было военно-политическое название, внедренное Чингисханом, для того, чтобы обозначить всех тех степняков, которые решили кочевать аульным способом кочевания, да. Не, ну монголы, наверное, не пишут про свою родину, что они предки монголов, как вы пишете, беглецов, родяк, изброда. То есть можно так думать, но надо ли там писать? Вы знаете, дело в том, что... Где разница между историзмом, историчностью и, скажем, гордостью, человеколюбием и чувством собственного достоинства, может быть. Вы знаете, у казахов с гордостью проблем нет, на самом деле. Я думаю, что у любой казах, как бы сейчас мы не отставали в отношении индустриальном или инфрационно-технологическом, но с гордостью проблем нет. Любой казах, мне кажется, гордится тем, что он казах. И это связано с этими традициями. Нет, нормально чувствую, что он казах, он гордится. Но вы пишете о том, что это сброд, люди, которые, так сказать, ехали, племена, собрались, ничего у них, идентичности никакого не было, никакой, так сказать, корней не было. Вот они собрались вот на базаре, вот и пошли вместе. Казах, он, кет. То есть можно исторически писать. Я могу сказать, что Ханат Ильич, значит, там, из древнего рода, у него отец, он потом у каких-то великих, там, его родила великая, там, это женщина, отец. Но я могу сказать, что Ханат Ильич произошел из спермы. Вот ее формула. Вам так понравится? Нет. То же самое и здесь. Ну, вы знаете, если читать книгу внимательно, да, то там под этим, под казачьим происхождением казахского народа, если как, это книга о казачьей концепции происхождения казахского народа, да, и там не говорится о сброде, там говорится о том, что этногенез казах, то есть сложение народа, проистекал из социальной природы, то есть не из кровнородственной, а из социальной природы, те, кто хотел кочевать аулом, то есть кочевать сам по себе, сбегали от своих родов и племен, и слово казак, кстати, означает первостепенное значение, отколовшись от рода и племени, да, и вот когда те рода и племена, которые мы сегодня рассматриваем, как рода и племена, они на самом деле все не имеют кровнородственной природы, они не классические рода и племена, это этнополитические объединения. Вот почему до сих пор все казахи помнят, что найман или аргын, потому что это национальности реальные, а не какие-то рода и племена, где нельзя было жениться внутри рода и племени. У нас житата для чего изучили? Для того, чтобы знать, что после седьмого поколена ты можешь снова жениться внутри своего рода и племени. Это у казахов рода и племена были другими, чем во всем мире. Они были этнополитическими, а не кровнородственными. Вот в чем смысл. Смысл не сброда, а смысл в том, что наша национальность и наша нация складывалась именно в социальном смысле слова. Она имеет социальное происхождение. То есть люди по социальному признаку организовывались. То есть казачество как способ кочевания, как способ казакования является древним тюрко-монгольским образом жизни. То есть от образа жизни возникла наша национальность, а не от какого-либо человека или личности по имени казак. Вот о чем речь шла. Я не знаю. Мне кажется, это... Вот вы говорите о том, что... Так можно сказать о любом народе? Нет, к сожалению. В чем здесь такая фишка? К сожалению, о каждом народе так не скажешь. К сожалению, вот исключительно... Посмотрите, что у нас, так сказать, объединились некие социальные какие-то, да, ориентиры. Вот. Что это значит? Это значит, что... Что баи жили отдельно, женщины отдельно, мужики отдельно, бедные, средний класс, они все вместе жили большим аулом. Может быть, там были какие-то другие, может быть, варианты. Почему они тогда не породнились в средний класс казахов 300-500 лет назад со средним классом, там, джунгаров, допустим, там, или с теми же, там, итальянцами. А с чего вы взяли, что они... То есть вы подходите, у вас социальный подход. А социальный подход, это, значит, уровень доходов, да, уровень, так сказать, его социального положения и так далее. Вот. То есть, насколько они держали за свою такую этическую идентичность, а не за социальную. Тогда мы сейчас тоже должны разбежаться все по всему миру и все. Я знаю, что в Америке тоже один айтпарк создал. Я ему тоже пойду, скажу, слушай, ты сколько получаешь? Ну, сколько? То мы с тобой, давай, кирты, да, пошли вы нафиг своим казахстанам, и все. А здесь у меня останутся мои братья, сестры. Вы знаете, самое смешное, что именно так и произошло, как вы и говорите. То есть, когда казахи стали называться казахами, да, казахтар, допустим, да, когда узбеки Шейбани хана присвоили себе имя узбеков, да, допустим, и в то время все казахи сначала назывались монголами, потом назывались узбеками, да, и потом, когда Шейбани хан, поскольку он был потомок хана узбека, да, как бы он оставил это имя себе, и тогда узбеки, которые оставились в Казахстане, они приняли свой этноним по образу своей жизни. Все знали, что они казахи, и поскольку у казахов не было единого хана, который дал бы, к примеру, казахам имя урусов, потому что считается казахским ханом первым, был хан Урус. Тогда мы все были урусами, но, к сожалению или к счастью, единого казахского ханства никогда не было. И поэтому мы как были казахами, так и остались ими. И взяли свое имя, приняли по образу своей жизни, а не по имени того же хана Узбека, который потом, которого организовал в Маверинахре, или сейчас в Узбекистане, это государство кочевых узбеков, которые давным-давно уже перестали быть кочевыми. Ну хорошо, в чем фишка всех этих исследований для сегодняшнего дня? А фишка в том, что сегодня мы говорим, нужна ли национальная идея? Вот вы первые приходите и говорите первым делом, да? Вопрос не в том, что она нужна или не нужна, она есть. Дело в том, что если существует общество, а общество — это система, то у любой системы есть какое-то свое интегративное начало. То есть мы не просто же территории объединены, мы объединены каким-то системным интегративным качеством. То есть что-то нас объединяет. Мы можем об этом знать, можем об этом не знать. То есть национальная идея — это не просто государственная идеология, это какая-то идея этого народа, заложена в его характере. И этот характер уже дозаёт какую-то миссию народа. Нет, я считаю так. Мне кажется, что так можно долго рассуждать. Давайте подходить чисто так, прагматично. Национальные идеи поднимали народы. Национальные идеи, скажем так, восстанавливали целые страны, общества. Национальные идеи всегда было движущей народы. Если вы хотите сказать о другом, то не говорите слово «национальные идеи». Скажите, что самостоятельно казахстан. Есть же очень много терминов. Но я считаю, что национальные идеи – это лозунг, это девиз. Это не размышления умные, скажем там, в библиотеках. Что сегодня может быть национальной идеей для казахстанцев? Что может их всех объединить? Меня, средний класс, парни, которые там сейчас торгуют где-нибудь ниже ташкентской, и те, кто сегодня сидят там наверху в «Роял Тулип», пьют. Что их объеднит? Какая национальная идея нас объеднит? Я отвечаю на этот вопрос в этой книге. Я считаю, что очень интересным, глубоко национальным свойством казахов является индивидуальная открытость, которой нет даже у американцев и у европейского сообщества. Вся их свобода, она закрытая. То есть это правеси. Они гордятся тем, что у них есть свое правеси. И сегодня мир погряз в чем? Что информационные технологии есть, а информационной культуры нет. Потому что еще не было в истории народа, который дал бы собой этнический образец поведения в информационном обществе. А я считаю, что у казахов такой образец есть. То есть я считаю, что у казахов есть такое свойство. Они не закрываются в своем правеси. Они все хотят поделиться своим и горем, и радостью. И очень многие обычаи, и традиции, и даже игры, и песни казахов, они же все завязаны именно на это, на индивидуальную открытость. Казахи готовы вообще и открыто личностно к любой конкуренции в индивидуальном порядке. И это, наверное, не секрет. Но они при этом чувствуют глубоко социальную природу и единство народа. Поэтому вы впечатляете любых этнографов 19 века. Заупокойные песни, традиционные, ритуальные, во всех народах мира, по идее, сожреют о себе. Как я теперь буду, если прочее. Но не одна казахская песня, заупокойная, не сожреет о себе, а сожреет о человеке, который ушел, об его уникальности. И я считаю, вот эта черта казахская, индивидуальная открытость, является очень важным свойством, под которым подпишется любая национальность Казахстана. И тогда мы сможем задать национальную миссию, как вы говорите, которая объединяет весь народ, потому что это будет консолидирующее начало. Но придумать национальную миссию неправильно. Придумать можно все что угодно, но это не объединит народы, только потому, что кто-то это придумал. Эта идея должна быть внутри характера народа. Нет, правильно. Я не говорю, что кто-то должен из власти, парламента или президента. У нас же время от времени приглашаются национальные идеи. Говорят, что форсированное индустриальное инновационное развитие это новые национальные идеи народа. Дорожные карты это новые. То есть мы даже это великое понятие опустили до уровня каких-то программных таких вот периодов. А я как-то вот поспорю с вами, года 3-4 назад, ну, наверное, мои благодарные читатели помнят, я сказал о том, что, боже упаси нас, иметь национальную идею. Не помните, да? Меня пинали так страшно. Вот. Я сказал так. Идея, да, куда я с Ахтасом. Почему я сказал так? Это к тому, что, да? Канад. Что объединяет людей, я сказал так, да? Бедных, как я сейчас назвал, да? Богатых, там, средних и так далее, да? У каждого свои богатые. Но я вспомнил случай, что объединяло их, помните, в сталинских лагерях. Там сидел имам, там сидел священник из православной церкви, там сидел богатый, там сидел бывший адъютант его превосходительства, там сидел бедняк, там сидел бай. Все сидели в одной колонии. И у всех была одна идея – выйти из этой колонии. Идея свободы. То есть их объединяло разные вот эти вот слои, страны, людей, думая о свободе. Потом я сказал так, в окопах Великой Отечественной войны, там, да, Второй мировой, лежали так же казах, грузин, там, старый, бедный, богатый, дворянин бывший, да? Крестьянин. Они все лежали, и что их объединяло? Их ничто не объединяло. Ни социальные происхождения, ни родоплеменные отношения, ничто, их объединяло только одно – вернуться живым домой. И я сказал, Боже упаси, от национальной идеи, которая для меня заключается в способе выживания. Сегодня мы все разнопланово. Мы сейчас разбежимся, каждый по своим домам, вот, каждый по своим съемным квартирам. А мы будем жить, каждый будет смотреть свои телеканалы. Нас ничто не объединяет. Так? Но, если сейчас на нас попадет враг, не знаю, с севера, юга, запада, востока, и тогда мы все вместе станем с оружием, и вот это нас объединяет. Поэтому я сказал, Квай Санктасен, от национальной идеи, потому что это вот это вещь. То есть я, может быть, где-то публицистично говорю и выступаю, но в итоге, после этих ваших научных интересных изысканий, к чему вы пришли? Скажите мне, каким был Казах 300 лет назад, 100 лет назад и сегодня? Можешь их сравнить? Мы деградируем, мы растем, или мы, так сказать, остаемся все так же? Ну, история Казахов полна загадок. Начнем с самого... Нет, история любого народа полна загадок. Нет, зря. Зря вот так. История любого народа полна загадок. У многих народов, у многих народов, этноним ясен. Казахский этноним, до конца, допустим, еще мы спорим, имеет ли он тюркское происхождение, там, монгольское происхождение, допустим, вообще какого языка этот термин, да? То есть мы исходим, в частности, те ученые, которые придерживаются той точки зрения, которая изложена в книге, вам представляемой, что этот термин происходит от древнего общего монголо-тюркского языка. То есть для начала давайте начнем с этнонима, да? И многозначности этот термин. Понятное дело, что это не белый гусь, там, как бы это некрасиво звучало, да? Много значений, связанных именно с социальной природой казачества, допустим, да? Второй момент. Почему джузы? Странное явление, да? Почему сотни? Почему не сто, да? И не там все, а именно сотни. То есть джуза-рда, допустим, да. И я считаю, что это идет от социальной организации древнемонгольской империи. Потому что когда Чингисхан, специальным образом, политикой его была, все рода и племена, как этнические образования уничтожить, и на их месте создать новые, как бы, рода и племена, но на сотенной основе. То есть, к примеру, там были с разных родов и племен, как говорится, составы, но возглавлял, к примеру, арген такой-то, да? Ну, это надумано. Ну, я могу сейчас назвать, да? Это не надумано. Это история. Сотни, эти сотни, тысячники были и у римских легионеров. Нет, это неправда. Они были и у греков. Вы здесь где-то вычитали в каком-то источнике, что это было у Чингисхана. У легионеров римской империи были сотни, были тысячники, были пятисотники. Также составлялась иерархия этих вещей. Давайте скажем, что мы берем свой род от, как его, древних римлян. Вы знаете... Моя фамилия Саркозий. Нет, Нурлан. Ну, что вот прям? Нурлан, логически не получается. Почему? Есть у кого-то были... Моя фамилия не лучше. Нет, у кого-то были сотни тысячи. Логически это не означает, что они не могли так же назваться по этому. Нет, ну вы берете, вырываете из контекста истории какую-то штучку и начинаете ее пригласить, как нашу, так сказать, казахскость. Я считаю, что мы... Я не ученый, может быть, я не прав, может быть, я... Нурлан, вы отрицаете, что казахи делятся на три джуза? Нет, не отрицаете, даже на четыре. Вы отрицаете, что под словом джуз имеется в виду сотня? Конечно. Отрицаете? Нет. Не отрицаете. Это в чем смысл вашего аргумента? Если кто-то когда-то имел где-то сотню, это же не означает, что казахи не могли по этому признаку назваться. Нет, таким был весь мир, я хочу сказать. Вы даете... Но весь мир... ... особенность именно нашего развития. Но весь мир не имел... Причем ведете его от монголов. А я хочу вести свое... Донословно, допустим, там... Но весь мир не имел необходимости привязываться к социальному образу жизни. Понимаете? В то время как у казахов такая необходимость была, потому что у них не было иной основы для осознания своего единства народа. Понимаете, да? То есть логически эти вещи никак не связаны. Потом он говорит, я хочу вестись от кипчаков или от тюрков. К сожалению, это невозможно. То есть как бы мы этого не хотели, если мы говорим, хотим вести какую-то нормальную политику, а какую-то реальную политику, мы должны учитывать существующие реалии, да? Какова была реальная история, да? Если мы будем игнорировать факты и придумывать все, что хотим, то, извините, я, честно говоря, тоже за то, чтобы золотой человек по-прежнему оставался у нас на площади. Но, к сожалению, усаки, как ироноязычные этнические образования, имеют никакого отношения к казахам. Потому что казахи, в лучшем случае, да, если имеют прото своих каких-то предков, да, то мы приближенно, можно сказать, что это начинается с гунов. Но вряд ли с каких-либо усунь, усаков, там, я не имею в виду уйшинов, там, или усунов современных, да, именно древних усунь, которые тоже были потом... Да, семьячьи, которые тоже были ироноязычными, большей частью, да? То есть, к сожалению, кипчаки, ну, не единственный и не главный, как бы, народ в составе казахов. Хорошо. Почему я сейчас понимаю... Хотя, если все называют кипчакские истории... Почему я сейчас понимаю турка, да, который живет около Средиземного моря, там, не знаю, где, да, далеко, да? Да. Но почему я вот этого монгола, моего старшего брака тогда-то, да, вот, я его не понимаю? Я объясню. Я вам объясню. Во-первых, не путайте современных монголов с древнемонголами. Это две, два совершенно разных этноса. Если вы возьмете падение Атрара, то прочитайте рода и племена, которые Атрар сжигали. Это, это вот не надо пальцем, как бы, в небо показывать, это Найман, Арген, Икирей, все те прото-казахские рода и племена сжигали Атрар. А мы пишем, горели казахские книги. Коллеги, какие казахские книги в 13 веке у них города появились в 20 веке, да, считайте, в 19-20 веке. Ну, я... Мы казахи, мы не сожгли Атрар. Давайте будем честно сказать правде в глаза. Как бы я не хотел, что наша история велика, но Аль-Фараби с челмой, ну, вряд ли похож на казаха. И вы тоже не похожи на казаха. И я не похож на казаха. Вот. Я могу сейчас доказать, что вы Югур. Вот. И достроит против вас огромную массу людей сейчас. Но вы поймите... Вот здесь избытием событий в стране. Ну ладно, поймите, Дело в том, что насколько это все научно. Мне кажется, что есть очень много такого, знаете, наносного, очень много такого корректурного, что ли. Скажите, Казах, как белый гусь, это научно? Я считаю, что это самоназвание казахов, да, это в большей случае проблема, допустим, сегодня лингвистов, возможно, там, да, не знаю, там, филологов и так далее. То есть, это, может быть, совсем другое название. Вот. Факт от того, как мы произошли, я так и вот этот ответ ищу уже столько лет. Многие, я слышал такую историю, что, допустим, там, из арабских стран, из Африки шли, потом, когда вот это шло, страшные, ну, какой-то пески, что-то такое, начали разбредаться, там, кто-то ушел туда, кто-то ушел сюда. я недавно был в Венгрии, вот, и там тоже мне рассказывали, как, жена, Веркенгер, Мадяра, да, как их называли, да, что это наши родственники, и почему они так оказались, оказывается, они принадлежали к финно-угорской группе, которая в свое время распалась, дошедшая до Урала, и, говорит, очень много нас здесь родственников осталось, на самом деле, мы сейчас пучкуемся, говорит, в Европе, то есть, огромное передвижение от этих вещей, понимаете, то есть, я могу доказать, что, допустим, у меня, может быть, есть китайские корни, может быть, это... Ну, не можете, Нурлан, ну, не можете, ну, что вы говорите, что вы можете, вы не можете это доказать, я вам говорю, я возьму сейчас ручку, точно так же сяду, вы же не были в прошлом веке, вы же не обошли все эти места, вы не обошли все эти склепы, все эти вещи. Нурлан, существует понятие, источниковедение, историография, да, я хочу сказать вам, что мы вполне ясно, от чего произошли, мы произошли от аульного способа кочевания, от казачества, как высшей стадии кочевого образа жизни. Я не спорю, это никто не спорит. Ну, в чем проблема? Хорошо, давайте вернемся к основной теме, что может быть сегодня, вы ушли от ответа, каким был казах 300 лет назад, 100 лет назад и сегодня. Я считаю, что в своей основе... Хорошо, это был аульный кочевник, да, тогда? Сегодня кто он? Сегодня мы реально не кочевник. Ну, а кто? Ну, что мы потеряли, что мы приобрели? Я скажу. Стали мы лучше, хуже? Я скажу, до, считайте, 18 века, казахский этнос был имперский. То есть, он жил мыслями о державности своей Древнемонгольской империи. Золотая Орда, это же есть мы. Ну, что мы ходим, докологадаем, да? Вот есть Россия, остались русские, есть, как говорится, как бы там, татары, остались татары. А куда делись эти Древние Монголы, которые были в Золотой Орде? Ну, так надо честно признать, что казахи и были той самой Золотой Ордой, да, которая училась в Древнемонгольской империи. Ну, куда вы денетесь от простых фактов географических, геополитических? Давайте честно признаемся, что мы имеем, если имеем прямых предков, то, как правило, наши предки Древние Монголы. И вся генеалогия казахских ждузов связана с загадкой их старшинства. Старшинства загадка. Почему старшим, не старшим, не большим, а старшим? Почему средний называется средним, а младшим, младшим, а не маленьким? Потому что это связано с генеалогией чингизидов, да, и с генеалогией древнемонгольских родов и племен по отношению к этим чингизидам. То есть старший ждуз называется почему-то уишинским, еще город ухсуньским, потому что была такая древнемонгольская премия уишин, которые были самые старшие в древнемонгольской генеалогии. И, как говорится, и, как говорится, Орду, который был первый улуз на территории Казахстана, древнемонгольский, он и пошел сажжусь от него, именно восточная часть. Был средний джуз, да, который считается аргынским. Понятно, там были другие рода, например, но те, кто этнополитическое составляющее, была аргынская. Вашей крови есть, что ли? Моей крови нету. Я вообще сам, как бы, как бы, усунь дулатовского рода. Я считаю, как бы, что уместно. Тогда понятно, почему мы из Монголии. До свидания на этом заканчиваем. Вот с этого надо было начинать. То есть, современный Казах сегодня, как бы, это, конечно же, не тот Казак, который считался степным рыцарем, героем-одиночкой, там, героем-любовником, поэтом, да, который... Заметьте... Почему? Остались отдельные экземпляры. Нет, я скажу... Они в этом зале даже сидят. Я скажу, смейте, вы посмотрите... Ребят, давайте все встать. Вы посмотрите, смотрите, как бы, вы спросите у турков, что такое Казак, в их понимании. Турки сразу казак, это мачо, ну, турки современные, да, допустим, а в то время, как, возьмите, у нас же целая градация казачества, да, есть простые джииты, да, они считаются те, кто могут быть большими казаками, да, потом возникают различные серы и салы, салы, серы, допустим, да, и самый венец казакования, это батыры, которые могут вообще жить отдельно, понимаете, да, которые вообще имеют огромное политическое значение, допустим, да, как воины, допустим, одинокие рыцари степей, но такие градации, оказывается, для меня было большое открытие, что Сал и Сере тоже означают рыцари степные, понимаете, да? Вы в своей книге пишете о том, что, в своих там статьях, о том, что потеря языка не ведет к потере этничности, нации и так далее, что народ может потерять свой язык, вот, я стал с казахом, а сами все время, вы себе противоречите, все время уходите в этнологию, в этнимику, значит, там, вот, это казах, она же в таком виде лежит в канту, все, вот. И потом, я знаю, что у вас были, так сказать, противники вашего, вот такой установки, насколько это реально народ, потерявший свой язык, может остаться этим же народом? Ну, во-первых, я себе не противоречу, а говорю, что, к сожалению, сегодняшний казахский народ, он, во-первых, уже не имперский, да, то есть он стал, как не имперский, существовать уже после присоединения к России, да, во-вторых, он стал многонациональным, в-третьих, большая доля возникла русскоязычного населения, и в-четвертых, в стереотипах поведения даже казахскоязычной части Казахстана, да, появилось много каких постсоветских рудиментов, да, и даже, я скажу, не буду сказать, азиатских и восточных, хотя азиатично и восточные нравы были глубоко чужды степному образу жизни, вот. И сегодня вопрос такой, если я так славлю прошлое, должны ли мы теперь все казахстанцы называться там казахами, допустим, да, как бы, и разговаривать там, но при этом разговаривать на русском языке, я скажу так, потеря казахского языка, это огромная потеря нашего этнического культуры, я считаю, это будет большая, ну, потеря не только для Казахстана, но и для человечества, я вот, допустим, с болью сердца смотрю, как многомиллиардные, как бы, бюджетные средства уходят на что? на насильственное придумывание и внедрение казахского языка. В то время достаточно, направьте хотя бы часть этих средств на пропаганду казахского народного искусства. К примеру, песня Барбала, да, вот послушайте ее, да, насколько она трогает, насколько она глубоко поэтична, национальна, у нее нет ни композитора, ни автора, да, но как казахский народ смог произвести эту мелодию и эти слова глубоко, которые сегодня даже казахи не могут нормально перевести, да, точно, да, то есть и люди, узнав эту песню, они будут сами стремиться изучать казахский язык, они будут находить эти слова, понимать, что Алма-Мойн это красивая как бы шея, да, как бы там, да, и много-много чего еще такого, да, но дайте возможность послушать эти песни нам, казахстанцам, да, но нет же, да, будем вливать средства в придумывание языка, а казахское народное искусство так и останется неизвестным астерным националистом Казахстана. Но давайте вложим средства, то, чтобы у нас караоке были хотя бы на казахском языке. Допустим, я хочу спеть песню Казамнан Харасэ, мне очень нравится эта песня, да, или тот же Барбаларь и Дударай, но не могу ни в одном караоке найти, это все стоит средства, да, но давайте деньги туда направим. Не надо насистенно внедрять и делать вид, что мы разговариваем на казахском языке лучше, чем на русском. Я глубоко скорблю об этом и хочу возродить казахский язык, но я не хочу потерять его и насистенными способами, вот о чем речь. Я хочу, чтобы мы сохранились не только как нации казахстанские, но и казахская национальность. что потеря языка не придет к потере нации. Я это утверждаю как ученый, а не как гражданин. Ученые... Что есть различия между ученым и гражданином? Есть существенные различия. Ученый, по большому счету, он должен быть беспристрастным, а гражданство это большое предстрастие. Есть очень много наций, национальностей и народов в мире, которые потеряли свой автохтонный аборигенный язык. Я даже не говорю про какие-то странные или неизвестные. Это вполне известные страны, начиная с Уэльса, Шотландии, заканчивая Бразилию. И я хочу сказать вам, ребята, мы можем, должны смотреть правде в глаза. Если мы не хотим потерять казахский язык, мы должны осознать, что его нужно сохранить, а для этого нужно казахское народное искусство прежде всего пропагандировать. Но пытаться потерять русский язык, потерять английский язык, только ради того, чтобы, естественно, внедрить казахский язык, это неправильно. Так, мы не за арабкой, мы в центре города. Вернемся к нашим темам. Так, какой сегодня стал казах по сравнению с своими предками? Лучше? Вы там пишете о том, что хотели бы видеть такого же казаха на коне, на лошади, скачащий, так сказать, скачущий там и так далее. Ну, он носит на Мерседесах, там, на Гейнвагенах. Это такие же казахи, как были? К сожалению, нет. Или мы стали хуже? К сожалению, мы стали хуже в части именно свободного правосознания. Скажем так, казах, он был по своему правосознанию очень свободен. Он не считал, что право – это тот закон, который кто-то издал. Он считал закон нечто отдельным от того, кто эти законы требует их соблюдения. Туре. Переведите слово Туре. Это же не просто чингизит. Туре буквально как порядок, закон. То есть это блюстители закона. Но закон дан свыше. То есть свободное правосознание означает, что право является источником законодательства. А не законодательство является источником права. Это очень важный момент. Я считаю, эту черту мы потеряли. Мы перестали мыслить правиловным образом. Я не понял, мы что, должны сейчас в суд идти или же к паханам, которые будут разводить? Ну, пока мы ходим к паханам же. А в суд мы уже чисто оформляем то, как договориться с паханами. Это же, к сожалению, это же пока горькая реалия нашей жизни. Может быть, не везде так, но если ты прав, ты имеешь право заплатить. Если ты прав, все, что мы можем разговаривать, ты можешь заплатить. Ну, извините меня, если ты не заплатил, даже ты тысячи раз будешь прав. Вы пишете там в своих книгах, опираясь на Левшина. Левшина я тоже читал. Можно спорить, можно и спорить, но у Левшина есть такие слова. Он, когда обездил всю степь, везде побывал, описание киргизско-ясанских ортестепей, да? И он там пишет, когда я увидел, почему у казахов столько много земли. А потом я понял, я объехал. Да она просто никому не нужна. То есть, это пустыня и так далее. Вы ему вторите. Вопрос спорный. Согласны с этим, да? Нет. Пустыни и прочее, там у нас есть степей и так далее. Я считаю, что он был только отчасти прав. То есть, ну, что спорить, наша земля, как бы ни была огромная, да? Боже счастью, непригодна к земледелям. Хорошо. У меня дальше вопрос. Я не об этом хочу сказать. Вы согласны сегодня отдать миллион гектаров китайцам вот этой ненужной земле? Нет, конечно, не согласен. Ну, что за глупый вопрос? Конечно, нет, ну ладно. Это не глупый вопрос. Ну, я не согласен. Это вопрос, который стоит сегодня на повестке дня в общем. Территория – это основа государства. Мы не можем. Мы не можем поступать. Мы так можем долго говорить. Человек – основа государства. Язык – основа государства. Это основа государства. Территория – основа государства. Вы сегодня, почему обоснуете вы не отдадите эти земли китайцам, которые не нужны, как вы вторите Левшину? Я объясню. Я вторую Левшину не в том, что, как говорится, эта земля никому не нужна. Я вторую в том, что эта земля, больше счастья, непригодна к земледелию. Раз. Ну, отдадим китайцам. Секунду. Второй раз. Но мы не можем... Но так много земли у нас не потому, что она была никому не нужна, а потому, что, извините меня, на эту территорию просто так войти было невозможно. Вон, в Калмыкии, допустим, попытались, когда джунгаров уезжали, попытались пойти к имени на помощь, Россия просила пропустить Калмыкия, да? А казахи что сделали? Устроили геноцид. То есть, в реальности история такова, что мы устраивали геноцид, допустим, да, тем же калмыкам, а не же джунгары, допустим, они же ойраты, да? Исчет джунгарский народ, а мы везде держим за голову джунгары и истребляли казахов. Да джунгары среди нас это ойраты, ойрат казахи, слышали такие? Даже есть такие имена из казахских, ойрат, если вы не слышали. То есть, на самом деле, как бы, в нашей истории народов не только много светлых пятен, есть и темные пятна, да? Так вот, на эту территорию никто не выходил, потому что боялись казахские орды. Так и пишет один, если вы накроете книгу, в самом начале, там Сипиров. Наконец-то многонародная, заметьте, многонародная казачья орда, вся воинственная, а все-таки присоединяется к Ия Величеству Екатерине II, понимаете, да? То есть, я хочу сказать, что, на самом деле, эта территория не потому что была никому не нужна, территория всегда нужна, даже если она бесплодна, потому что это границы, это политическое влияние, да? А потому что на этой территории проживали воистинные казачьи рода и племена. Они не давали никому не то, чтобы завоевать себя, они покой никому не давали, не давали проходу, да? Вы все время себе противоречите то, что написано и то, что вы говорите. Почему? У меня такое ощущение, что вы собрали выступления всех ученых, написавших во казахах до этого, вот, на флешку, вот, все вместе. Потом набивали и где-то там абзац, где-то отсюда, где-то откуда, все набрали и скомпоновали, и вы даете нам за свое произведение, где все очень путно. Одно, значит, упрощает другое, другое не признает третьего. Вот, я понимаю, что это были искания, вы сейчас скажете, что это были искания ученого, но, на самом деле, эта компиляция уже давно написана за вас вещей. Так, значит, не о чем спорить, получается? Я спрашиваю, в чем казахская идея? Я говорю, коллеги, если это все компиляция, да, то и спорить нечего. Вы знаете, я готов подписаться под тем, что это не я написал, а что эта наука нам давно говорит, мы, казахи, были в своей основе свободны изначально. Так давайте вернемся к этой черте национальной, да, и пускай все национальности Казахстана на этой основе создают общегражданскую нацию с условием доминирования, там, титульной национальности. Но эта титульная национальность, да, не должна преследовать этнократические цели. И это в этом основная идея. Раз и раньше все среди казахов жили свободно, пускай и сегодня среди казахов все живут свободно, но и будут сами на себя с гордостью называть казахами, а не казахстанцами. Сегодня кажется, что ваша книга опоздала лет на сто. Потому что сегодня миром правят уже совсем другие процессы. Технократические, информационные, миграционные процессы в конце концов. Можно сегодня что угодно говорить о казахской духовности, об объединяющем начале. А у людей уже объединяет не жузы, не роды, а их объединяет. В каком банке ты обслуживаешься? Ты в каком банке обслуживаешься? О, брат, вместе со мной, как раз, Сатуран банки. А ты откуда-то кастом пошел вон. То есть, совсем другие реалии. Вы отстали от жизни где-то лет на сто. Теперь эта книга не нужна просто, потому что она не позволяет мне сегодня жить. Что я буду ходить со своей духовностью? Так, Орстарк, Карстер, Жан Маджин Аландар, Мем Хазахман. Я вас всех объединю. Я их объединить должен бизнесом, наверное, уже. Может быть, я им должен связи объединить. То есть, я просто об этом говорю. Может быть, вам надо было родиться сто лет назад? Как сюда поставить? Ну, ответите на вопрос. У вас был вопрос или нет? То есть, я хочу сказать, что на самом деле нет. То есть, к сожалению, бизнес и прочие явления, которые вы называете, они не такие, не такого общего и всеобщего характера, чтобы давать консолидирующее какое-то интегративное начало народу. Понимаете, да? В этом отношении я считаю, что быть образцом информационной культуры, это очень важная миссия для мира. То есть, мы как нация должны определиться, какая у нас есть роль и место в истории, глобальной истории, да? И в этом отношении мы должны опираться на нашу этническую культуру, да? Которая может дать миру, как бы, образцы информационной культуры, образцы информационного отношения, да, к изменениям вокруг. Я считаю, в этом отношении книга не опоздала, а если опоздала, то пускай лучше поздно, чем никогда. Вот. Теперь, пожалуйста, вопрос. Вообще-то, worriedите Вы казашили? Что Collins? По2. Это asked. Говорят, вам нужно идти через habitание Вы приг��полезли дырку красных ордей Вы говорите, здесь нет музыки Вы неaire ниже времени Вы учебно Realistir Как бы Nilером Вы не говорите Не делайте conceived Я не по-рейски I kinda Складывал тебе Joaquир Но если я obligations Мне tiế high power Вautre mettes Появил голоса Я отвечу на русском, чтобы было всем понятно. Вы знаете, вот я серьезно сейчас изучаю казахский язык и трагично и драматично осознаю, как сильно я себя до этого, как шала-казах обычный, обкрадывал. Обкрадывал я глубоко сожалею о том, что я сегодня русский язык знаю лучше, чем казахский. И я изучаю казахский язык и поражаюсь, и мне остаются сбегут, когда я слушаю казахские народные песни. Мне настолько это, я повторюсь, это будет большая потеря для всех казахстанцев и для всего мира, если мы потеряем этническую культуру. Я вовсе не призываю ее потерять. Я просто прошу, чтобы этническая культура, ценности ее, не противоречили общечеловеческим ценностям. Потому что вы знаете, все понятия по объему входят друг в друга. Я, к примеру, Муров Канат Ильич, допустим, очень уникальное явление. Но я, как говорится, мужчина, допустим, сразу более широкое явление. Я казах, допустим, я гражданин казахстана. Каждый раз уж и решили, наконец, я человек. Я уже не просто мужчина, я человек. Самое широкое понятие. Я просто хочу, чтобы мы, преследуя свои этнические цели, этнические ценности и культурные ценности, не противоречили общечеловеческой культуре и общечеловеческим ценностям. Иначе будут проблемы. Нельзя национальной идее говорить только об общечеловеческих ценностях. Это неправильно. Потому что никакие общечеловеческие и демократические ценности не победят, игнорируя национальные культуры этнические. Но в то же время, если мы будем прозябать и замыкаться только в своих этнических культурах, то мы не сможем интегрироваться как нация. Потому что мы должны двигаться вперед. Это противоречит глобальному тренду накопления информации. И я считаю, что мы, казахи, должны оставаться открытыми. Надо вспомнить язык, надо сделать так, чтобы его любили, но не насильно. И тогда мы не потеряем то, что приобрели, и вспомним то, что забыли. Не кажется ли вам, что основным препятствием для идеи свободы, которую вы позиционируете, является культ личности, который на данный момент приобретает уже огромные масштабы в Казахстане? И второй вопрос. Если внимательно изучить источники права, то есть конечным источником права, все-таки помимо доктрины, так же является традиция. Если, скажем так, может быть у вас те идеи, которые вы излагали, могут ли они приобрести, скажем так, такой институциональный характер? То есть уже, скажем так, в виде какой-то законодательной инициативы. Ну, допустим, как в Биппонии. Тоже кайдер наук, что ли? Нет, половина в Биппонии. Второй вопрос я не до конца понял. Вы имеете в виду, могут ли те идеи, которые излагаются в книге, стать основой для какого-то правотворчества? Да, да, да. Хорошо, отвечу для начала на второй вопрос. Да, хорошо. Значит, конечно, да. То есть я считаю, что концепция свободного правосознания, то есть когда традиции, обычаи и вообще как бы разум, право как писанный разум является источником законодательства, то это вполне нормальная основа для правотворчества и не только правотворчества, но и правоохранения, и правосудия. И речь идет о том, что помимо принципов законности, еще должен быть принцип правозаконности. То есть прежде чем закон будет соблюдаться всеми в равной степени, сам закон должен быть правовым. То есть не противоречить идее права. И это основная концепция и может лечь в основу нашего нового законодательства. Чтобы писаная норма никогда не противоречила естественным, неотъемлемым правам человека. То есть и вообще естественному праву, как социальной природе, как естественному источнику права. То есть человек изначально стремится к общению. Это его природа социальная. И соответственно, все, что противоречит этой природе, не есть право. К примеру, у вас есть свои права, у меня есть свои права. Но кто из нас более прав? И если выяснится, что в условиях выбора я выбрал менее полезный для обоих путь, а только себе полезный, то я не прав. Это очень важная основа любого законодательства, которое основано не на написанной основе, а на основе каких-то естественных и неотъемлемых оснований правовых. Это раз. Что касается культа личностей и того, насколько это мешает сегодня проявиться нашим национальным, этническим свойствам. Есть ли он вообще, по вашему мнению? Культ личности? Да. Мне кажется, отрицать культичности, которые являются на сравнении с самым очевидным, было бы неправильно с точки зрения научной. Он есть. Вопрос, как я к нему отношусь, допустим, насколько это плохо, насколько это противоречит демократии. Во-первых, само понятие демократии, оно же сложное понятие. С одной стороны, есть более широкий смысл демократии, за которым мы все горой стоим, допустим. Это то, что, к примеру, это не только правило большинства, но это права человека. В этом смысле, конечно же, демократия, в этом смысле самоценность. Здесь споров быть не может, мы должны, конечно, к ней идти, и чем скорее, тем лучше, потому что никогда неизвестно, когда этот момент будет подходящий. Но есть, ведь у демократии более строгий смысл, более точный смысл, как правило большинства. К сожалению, в этом смысле демократия не является самоцелью. Почему? Потому что, вы знаете, что при помощи демократии пришли к классу фашисты. При помощи демократии, я уверен, что победят на выборах, скорее всего, нацпаты. Допустим, да? Ну, если брать, то есть, будет большая проблема. То есть, конфликт между казахскоязычной и русскоязычной частью населения, он приобретет самые зримые, самые ярые формы, к примеру, если не будет того же культа личности, того же Назарбаева или любого другого человека, который обладает как казахским языком, так и русским в полной мере. Допустим, да? То есть, я хочу сказать, что... Короче говоря, культ личности есть, все ура. Нет. Ну, я его поддерживаю. Я просто хотел сказать, что культ личности не есть хорошо, и он противоречит свободе, да? Но в данной нашей ситуации конкретно практической все намного сложнее, да? То есть, я хотел бы, чтобы мы знали точно, да, что есть какие-то объективные факторы, да, не учитывать которые было бы неправильно. Я просто не хочу сейчас менять нашу тему, да, и уходить в разбор, там, больше политологических вопросов, да? Там не политологический вопрос. Именно возвращаясь вот именно к традиции, так праву, допустим, ну, в, скажем так, казахском обычном праве была четко прописана процедура, допустим, импичмента и процедура, ну, там, судобиев, допустим, да, а тут получается то, что, во-первых, процедура импичмента, она, во-первых, не имеет четких контуров, и плюс антиконституционного законного неприкосновения, понимаете? Просто помимо объективных причин, то есть должно быть, не знаю, обычная культура, право, мне кажется, это уже чрезмерность. Если вы спрашиваете меня, согласен ли я с тем, что... Нет, я не хочу вас напрямую какие-то... Нет, я могу вам прямо ответить, я могу вам прямо ответить, что с тем, что вы говорите, я согласен, точка. Ну, все, тогда у меня вопрос нет. Просто я хочу сказать, что когда мы хотим осудить какое-либо явление, мы всегда должны взвешивать все за и против, да? Да, разумеется. Я вам приведу один пример. Например, у нас как-то мои знакомые там, ну, в регионе, не знаю, угадал я тему вашего разговора, заумного, вот. Там, значит, судились два человека, да? Ну, один в суде победил, второй проиграл. По закону все четко, вот. Все там, ну, документы были, то, все это. Но с тем, который победил, вот, потом никто не стал общаться. Его никуда не приглашали. Его никуда не зовут. С ним как-то, его никогда в никаких списках нет. То есть, вот, как бы, вот это вот, я имею в виду, есть, как бы, некие моральные аспекты есть наши, есть, как бы, ну, правовые такие аспекты. Они не всегда совпадают. Вот. Да, он победил. Вот. Да, тот его когда-то обманул. Но он оставил там без существования там целую семью. Когда у него был один ребенок, он его обманул, а теперь у него там пять родителей. То есть, ну, как бы, там целая история. Пожалуйста, Талан. Потом, да. Фанат, Игорь, необходима ли в нашем обществе казахизация? Если нет, то почему? Если да, то что нужно предпринять? Казахизация. Ну, смотря, что вы понимаете по слову казахизация, да? Семь сесть на лошадей. Нет, дело в том, что, нет, повторюсь еще раз, допустим, да, что, как бы, я просто не до конца понимаю, что такое слово казахизация, да? Я считаю, как бы, там, что насильство... Ну, по аналогии с русификацией, допустим, которая проводилась в составе, когда Казахстан был в составе Российской империи, в составе Советской империи. По аналогии с такой... Вы знаете... Политика ассимиляции и так далее, в общем-то, ну, понятно. Я очень хочу... Я считаю, что я очень хотел бы, да, чтобы мы все разговаривали на казахском. Вот мое желание и сам, и чтобы мы все, да? Но проблема в чем? Проблема в том, что какова будет цена этого вопроса, да? То есть я считаю, что сейчас, если делать это насильственно, как повторять в свое время русификацию, да, то это нанесет существенно... Отпросит нас на много, ну, не то же лет, десятилетий назад. Почему? Потому что в казахском языке, к сожалению, за время русификации, да, очень многие планы представлений просто пропали из языка. То есть если не секрет, что там, говорят, темиржилы, говорят, уже ведутся планерки на казахском, да? Ну, знаете, сколько они ведутся? Если раньше они ведлись по два, по три часа, сейчас они ведутся, там, несколько минут. Там, ну, хорошо, десять, там, минут, пятнадцать. Почему? Потому что даже, казалось бы, они настолько казахоязычные, но они не могут весь план представлений, который необходим для реального взаимодействия социального, да, реализовать. То есть поэтому они что делают? Они делают вид, что они разговаривают на казахском, а реально производство, допустим, да, и прочие вопросы, они страдают. Почему? Потому что, к примеру, вот есть такое, я уже говорил, на самом деле, когда мы хотим, к примеру, говорить, к примеру, о каких-то более высоких категориях, да, отличенных, к примеру, таких категориальных парах философских, как сущность, явление, да, к примеру, там, содержание и форму, да, ну, вы поверьте мне, что любой, даже самый хороший, значит, казахский язык, человек поплывет. Как сущность перевести на казахский? Вы будете искать какое-то слово, обязательно, конкретное, которое привязано с каким-то смыслом бытовым, да? А ведь сущность, это же даже казаху... Мы не будем уходить в филологу, ребята, да, здесь, мне кажется, что вы не совсем удачный путь в Украине, а? Вы же сказали о том, что необходимо внедрять казахское народное творчество, это же один из элементов казахизации. Пропагандировать. Да, я считаю, что, извините меня, это две большие разницы. Смотрите, мы слушаем английские песни, да, никто же не заставляет нас разговаривать на английском, но эти пропаганда искусства нас вдохновляют на изучение языка, так? Но почему пропаганда казахского народного искусства, да, вы считаете казахизацией? Я считаю, это нормально? Нет, не надо понимать этот термин в негативном смысле казахизаций. Пожалуйста. Потом, пожалуйста, гельбер, ребята, гельбер, старое казахское слово гельбер. У меня вопрос практически, можно ли озвучить параметры издания книги, в смысле, где вы ее издали, сколько это стоило, кто вам поможет, либо вы сами, как вы намерены ее распространять и по какой цене? И сразу смежный вопрос, как вы считаете, в каком положении находится издание исторической литературы в Казахстане? То есть я так понимаю, ваша книга историческая литературы в Казахстане ценируется. То есть вы считаете, сколько книг достаточно издается на этой тематике? Какие они аспекты затрагивают? И вообще... Ну, вы знаете, мы задали так много вопросов, что попытаюсь по мере их воспоминаний. Ну, во-первых, книга продается во всех магазинах более-менее известных, там Книжный город, там Вольянда, там это Меломан особенно. И стоит она полторы тысячи тенге, по идее, должна. Но сейчас, говорят, цены подпрыгнули до трех с половиной тысяч тенге, особенно в аэропортах. Я не знаю, куда деваться остальные деньги, надо будет выяснить, да? Допустим, да, как бы это раз. Наш фонд финансировал издание этой книги, я имею в виду фонда «Спандао», и один из сочувствующих спонсоров, там, участников фонда. Они у нас... Мы работаем очень просто. Есть проект такой интересный, мы находим деньги того человека, которому этот проект интересен, да? И соединяем эти две вещи. И так вот, один из спонсоров, в частности, это мой близкий друг, и там, в принципе, его фамилиями указаны, это Муркатов Арнур Александрович, профинансировал издание этой книги, это второе издание книги. Первое издание тоже он финансировал, это было еще в 1995 году, да? Вот, это вот в отношении финансирования книги, да? Значит, потом был еще вопрос такой... Про историческую литературу. Про историческую литературу. Значит, с оживением, сегодня проблема не в том, что трудно издать историческую литературу, да? Ее не трудно издать. Проблема в том, что сегодня очень многие какие-то цензурные барьеры, они упали же, да? Поэтому мы читаем Фоменко, Аджи, допустим, и читаем, что это историческая литература, да? Хотя это, на самом деле, не историческая литература, да? А там художественная и публицистическая, да? Как бы тот же там Калерик Даньяров, да, активно там очень пишет, да? И, к сожалению, таких вот, там тот же Адил, как бы Бахатшан Адилов, не помню, да? Тоже очень много чего пишется, к сожалению, ну, от себя иногда, да, и мифологизация создается, да? Я считаю, что в этом, в смысле, вышла хорошая недавняя книга, там, научное творчество и мифотворчество, да? То есть, к сожалению, с точки зрения исторической литературы, проблема не в том, что трудно издать, проблема в том, что не существует какой-то более-менее цензуры, где можно ставить бренд научной литературы. К сожалению, вот в истории, как и в футболе, это разбираются все, да? Поэтому слишком много возникает мифов в истории, да? Кто мы только не такие? Мы не кипчаки, мы исааки, допустим, много чего еще, допустим, да? Хотя на самом деле, если уже говорить, допустим, да, так вот, то какую-то более-менее доказанную связь можно только с древним монголами, там, да, ее показать, допустим, да, все остальное, это очень гипотетически, в общем, да, и нуждается в обосновании. Спасибо, Влад. У Масана, да, ну, тоже будет хозяйство-культурный подход, он считал, что казахи – это меридиональный тип кочевания, киргизы – вертикальный тип кочевания, туркмены – радиальный. Соответственно, если человек перемещался по, например, союзу туркменам, казахам, киргизам, вы в этом плане, по-моему, пересекаетесь с этой концепцией, и в чем у вас отличие? Вы знаете, отличие в том, что, как бы, дело в том, что Масана перечислял хозяйственно-культурный тип, понимаете, да, то есть он подавил чисто больше экономически, да, в то время как эта книга, она больше этнологическая, да, то есть мы рассматриваем больше культурные аспекты, чем экономические, и мы считаем культурные аспекты выше экономических планов. Как бы я, ну, не уважал бы экономику, как бы не считал, что политика есть в конституции нарушение экономики, я считаю все-таки, что для этнообразования культурные признаки, они более важные, и в этом смысле этнос это скорее культурно-бытовая общность, а не кровно-родственная и не экономическая. Просто экономической точки зрения мы очень все можем, весь мир уже одна общность, как бы там, да, по сожалению, пока остались какие-то там границы государственные, таможенные, и все прочее, но и это скоро все это там упадет. По-хорошему, в этом смысле мы не сходимся в этом вопросе, почему? потому что я и вовсе нисколько не противоречу классификации хозяйственной культурной типам, как бы экономической, потому что я просто говорю о том, что здесь способ кочевания ни при чем, я говорю, что кочевничество это высшая социальная стадия, высшая стадия намадизма, да, как бы, то есть, я более широко беру, есть же как бы табор, ну, как бы, как бы пастушеский способ, да, кочевания, как начальный, да, потом таборный, да, это древние монголы был яркий пример, допустим, таборного способа кочевания, да, и наконец возникли потом казачьи, Чингисхан, он же был атаман казаков, да, именно те, кто не хотели кочевать таборами, объединились, да, и он их возглавил, да, и так возникло новое государство в степи, это была мощная гражданская война, это не просто так, какой-то Чингисхан откуда-то появился, он без рода, без племени, в смысле, имеется в виду, он не претендовал первой на право, там, власть в степи, а просто-напросто он, благодаря своим личным характеристикам, возглавил огромное количество кочевников, кочующих аулами, которые перешли на казачество, как третью, высшую стадию намадизма, да, которые нападали и забирали там с костепи, это же легко же, так, чем больше народа, тем больше беспредела, да, вот так и создалось государство казаков, то есть, людей длинной воли, людей свободного состояния, да, которые и, как бы, защищали, как бы, ну, уже этот способ кочевания, в этом смысле, Масанов говорит о экономических типах классификации, мы же говорим о культурно-бытовых, я сейчас переведу к себе, да, скажу, значит, суть проблемы в чем, коллега говорит, что на самом деле, когда вы не знаете перевода слова там сущность, допустим, да, это проблема человеческого восприятия, а не проблема казского языка, в казском языке, конечно же, какие-то слова есть, которые вы, осуществляете, вы понятия не имеете, допустим, или наоборот, в казском языке также нет слов, как и в русском языке, таких, которые есть в казском языке, вот о чем речь, но я хочу подчеркнуть, абсолютно вы точно говорите, да, но есть проблема в чем, потому что термин сущность, да, в отличие от термина других слов, да, Это очень отличенные, наиболее общие категории, которые присущи и даже не связаны с языками. Понимаете, да? То есть какие-то языки дошли до этого философского уровня. Разные философские языки по-разному объяснению. Да, да, да. То есть в этом отношении есть категории, которые оторваны от быта. А у канадских все слова, они бытовые. То есть мы говорим про сущность, например, мы говорим про сущность как и... Нет, нет, нет. И как и Мазмун, допустим, да, и Иман, допустим. По-разному, по-разному, это сложный вопрос. Я с вами не соглашусь, допустим, там, да, вы не правы, потому что я сейчас не буду много говорить о богатстве языка и так далее. Но с этим кто не спорит? И о ее приспособленности к научной, к научности и к казахскому языку можно описать научный труд, который будет устроен в Нобелевской премии. В этом я уверен. И он прав, что это проблема тех, кто не знает. Вы не сводите язык к быту. Когда-нибудь через 10 лет, когда вы будете отлично со мной говорить на равных, со мной на казахском языке, вам будет стыдно за то, что вы сегодня сказали. Но в памяти народа останется именно то, что вы сегодня сказали, а не то, что вы будете говорить через 10 лет за кинотеатром Сарархак. Ну ладно, вы меня, пожалуйста, пощадите, ладно? Нет, я прошу вас пощады, почему? Потому что я говорю о сложных вещах, да, как говорится, о сложных вещах, да, и пытаюсь сложные вещи изложить, да? Вы не думайте, что я противник казахского языка. Я не прошу, чтобы вы это записывали, да? Нет, 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 я объясню простую вещь к примеру. Вот пример, если мы переведем казахский язык с кириллицы на латиницу, да, представьте себе, что произойдет. Вы знаете, как много произведений русских, немецких, английских переведено на кириллицу, да? Вы думаете, вы найдете людей, средства, основных людей, которые теперь вам с кириллицы переведут это на латиницу? Вы как много казахов, казахо-язычных, отсечете от того пласта в свое время, который создал в свое время Советский Союз. Понимаете, да? Я просто хочу сказать, что все намного сложнее. Я не об этом хочу сказать, не, подождите, все, я закрываю ваш спор, ну вот на чем. Если вы ученый, если вы, значит, пишете и говорите эти вещи, сидите в лаборатории, в библиотеке, но когда вы публичный человек, вот, вы должны каждое свое слово измерить, как оно дойдет. Если оно не дошло до Шакеева, если оно не дошло до меня, вот, это уже ваша вина. Это не проблема моего слуха. Вот в чем дело. Вы, когда человек идет на публику, когда он идет в народ, он должен уже каждое слово измерять и, может быть, даже об этом не говорить. Можно сидеть дома, в библиотеке, пожалуйста, закройтесь и думайте, что вы хотите, пишите, что хотите. Но, коли же вы вышли к нам, мне кажется, здесь надо быть еще и политиком. Вот, я думаю... Ну, знаете, вот я хотел бы ответить на ваши моменты, да? Во-первых, я против политизации любого вопроса. Вот, что такого я страшного сказал, чтобы запомнили на всю жизнь, весь мой народ запомнил про меня, допустим. Да, я считаю, ничего страшного не сказал. А если вы говорили, что это плохо, то это вы приписывали мне, и запись это покажет. Я не случайно ее сегодня, как бы, здесь... Ну, она это и есть. То есть, это раз. Мы встретимся на студии истории. Да, 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 да. Второй момент. Второй момент. Вы знаете, есть различие между нормативным подходом и научным подходом. Есть нормативный подход, ценностный подход, политический подход. В этом моменте, конечно же, надо здесь сказать слово. Но если мы будем игнорировать науку, поиск истины, помните, что помимо ценности многих, еще и ценность истины. Если мы будем ценность истины забывать ради того, чтобы каких-то идеологических и политических целей, то завтра мы и политику, и идеологию потеряем. Истина, она все-таки важна же. Если бы вы сказали, что когда я хотел найти значение понятия сущность, допустим, в том понимании, которым вы его хотите интерпретировать... Да я-то нашел. Люди не знают. Нет, стоп, если бы сейчас назвали... Мы тоже не знаем. Нет, стоп, стоп, стоп. Нет, но я же нашел. Стоп, подожди, подожди. Если бы сказали, да, вот я написал, смотри, Аня Лайн, вот 12 значений, да, вот это слово взято оттуда, отсюда, здесь бытовое, здесь немножко научное, здесь я взял то-сюда, это другой вопрос. Но вот так вот просто, когда у вас не было стердов, когда вы не искали этого слова, вот, и вот так вот заявляете, то это политизация. Я поэтому говорю, что насчет царарки. А кольше мы в таком святом знании, то мне кажется, здесь надо было говорить. Вот я искал и не нашел, и тогда он бы замолчал бы. Так я нашел, я же говорю о чем, что есть такие слова, а проблема в том, что мы казахи, даже казахскоязычные, о них понятия не имеем. Просто... Пожалуйста. Ты что, как ученый, тут и земля. Потом задача. Мне стало видно, что человек, который на площади стоит, если даже казахи этнические не имеют отношения к сакам, но ведь саки жили на этой территории, и мы нашли здесь золотого человека, мы его изучали, и в любом случае, даже если вы показываете себя с древними монголами, ну какая-то культурная приемственность с саками же какая-то была, то почему бы ему не быть символом Казахстана и не стоять на площади? Как вас зовут? Амина. Амина. Я очень хочу, чтобы мы имели связь с саками и золотым человеком. Очень хочу. И ищу эти основания, да? Но, к сожалению, я никак не могу их найти, как ученый, да? Нужна ли это вот истина, в поиске происхождения? А вы как думаете, Амина? Почему бы не считать золотого человека нашим? Знаете, чем закончатся эти исследования? Амина. Скажите, а существует... Нет, сейчас не... Во-первых, существует понятие история территории и история народа. Я не сказал, что саки не имеют отношения к нашей территории. Я сказал, что они не имеют отношения к этногенезу казахов. Это раз. Второй момент... Символов страны они могут быть? Могут быть, могут, но, Амина. Я просто сказал одну вещь, что к этногенезу казахов не имеют отношения. Но к символу страны они имеют полное отношение и стоят на площади, я с этим согласен. Вопрос в другом, Амина. Я больше беспокоюсь о другом. Существует ли ценность истины для нас всех? Если она существует, то мы должны же понимать, что она должна занять какую-то роль и место среди других ценностей. К примеру, ценности идеологии, ценности единственного народа. Я хотел бы, чтобы наш род был един. Но если мне придется для этого говорить ложь, то как исследователю мне это будет противно же. Ну практически все национальные мифы лжи. Ищите! Я бы не стал так это говорить. И обрячете! Я просто хочу ваш вопрос закончить своей присущей мне манере. Я очень боюсь, что такие исследования закончатся тем, что вместо саксского воина будет стоять статуя свободы. Копья ее. А вот там все в курсе. Ты гендер, шокей, гендер. Пожалуйста. Меня зовут Алья. У меня вопрос с тобой. Я не участник, я ведущий. Мое дело левая сторона. Мне просто интересно ваше мнение тоже. Ведущий. Допустим, вот все знают и любят Абая Кунадбаева, великого казахского поэта-писателя, который жил много лет назад. И почему-то он переводил все произведения срунского наоборот. К Кану-Казахте, чтобы развивать казахскую культуру, там что-то, чтобы кругозор расширять. Просто как вы думаете, что бы сейчас ни было, если бы такой поэт жил в наше время, вот именно Абая Кунадбаев, и вот как бы он на все это смотрел. Вот сейчас, как вы знаете, вышло письмо, подписанное всеми деятелями культуры Казахстана, о том, что с 2012 года, что только много... Я считаю, например, себя, если не Абаем Кунадбаевым, то одним из тех, кто является таким же, как и он, хотел бы быть похожим на него. Я никогда не стараюсь подыграть своему народу. Я очень часто бываю критиком всего того, что сегодня, может быть, научно говорит мой коллега. Я не стараюсь понравиться казахам, точно так же, как и Абай. Вы почитайте его слова назидания. Это же страшный приговор народу. Это же страшные слова. И я об этом тоже сегодня говорю. Я не стараюсь там подыгрывать. Мы великая нация, казахстан. Я всегда говорю, что мы наусеем кемчерком, мы наусеем кемчерком. Потому что я считаю, что когда только мама родная, только родной брат тебе скажет, что ты плохая, так же? Все остальные хвалят. Какая ты умница, какая ты красивая. Она на самом деле скажет, что ты дура, а делай ты. А именно мама вас будет ругать. Мама вас будет не пускать куда-то. Она будет вас все время, так сказать, уничижительно о вас говорить, потому что она вас любит. Я считаю, что это исконное чувство. Оно было и у Абая, оно и у меня. Я не Абай, но я его последователь. Я считаю, что он был настоящим гражданином своей страны. И, к сожалению, сегодня я добавлю, что классиков надо не только почитать, но и почитывать. У нас его никто не читает. Все говорят, Абай, Ула Абай, Беззен Абай, да? Но никто его не цитирует. Шпинглера, Хаттингтона, значит, там всяких этих... Линкольна и так далее. Никто Абая не цитирует, потому что... Вы меня читали или его? Теперь моя очередь, да? Да. Ну, насколько я помню все слова на задание, и Абая, и все, но его сегодня могли бы многие назвать сторонникам русификации. То он очень ценил русский язык и всех просил его изучать, всех казахов, да? Что касается моего отношения к подыгрыванию народа, я скажу, «Я очень хочу понравиться казахам, да?» Но я говорю, что казахи – великая этническая национальность, да, и она может быть великой нацией, не потому что я хочу понравиться. Я, ну, не знаю, я считаю, что для этого есть все предпосылки в этническом характере, в позиционировании казахов, да? Я считаю, казахи – это великая нация, да, а она может ей быть общегражданской великой нацией, да? И каждый казахстанец будет считать за гордость называться себя казахом, да? Но сегодня пока, пока мы не стали общегражданской нации, Пока мы всего лишь навсего, там великая этническая культура, которая может исчезнуть, если будет насильственно пытаться замкнуться в своей собственной культуре и не пытаться быть открытым миру. Я считаю, мы были великими, но мы можем потерять свое величие, если сейчас упустим свой шанс быть общегражданской нацией, а если мы захотим, чтобы Казахстан был только для казахов. Вот, как я считаю, я считаю, что как бы я не нравился каким-то казахам, но я очень хочу понравиться казахам. Спасибо. Потом полгам. Продолжение следует... Катикпеттогой саңн байкай. Нет, не знаю. Адресиз. Адресиз. Аррения айтықой оны. но я не хочу сказать, что-то так вы должны поместить, когда вы можете сказать, я в Казаком 2 слов, я отвечаю за него, значит, он из Казака нет, он не знал их. Но он не знал их, он не знал их, поэтому он в качестве dance. Четыре вы называете все их родственные. Я всегда говорю, когда читал, допустим, я знаю, в канатках, когда мы часто говорим, вот казахстар, да, номады, мы там, кочевники там, утром там, мы сюда, а они там джин-авай там, да, постоянно, слушай, где ваш дух кочевный, вот, почему я уже запарил вас этим выражением, да, средняя американская семья в поисках работы переезжает 17 раз. Я к своим братьям иногда говорю, козлодей, да, сидят, да, получают пособие, там, ну, родственники там, да, вот, я говорю, слушай, в Астане большая стройка, слушай, там актюбинские ночная стройка, андам, андавар, вот, ну, я говорю, слушай, ты же кочевник, утром встал, вечером встал, утром уже там, вечером встал, утром уже там, мы должны носиться, ходить, значит, мы уже потеряли вот эту свою, на магические вещи, вот, почему азербайджанцы по всему миру ездят, евреи, куда не пойдешь, везде армяне, вот, я, например, это ладно, это мое мнение, которое, видите, вот ваша книга, сколько у нас побуждает чувства, я хочу сказать вот о чем, когда я летом был у своего друга Астабека Кожахметова, значит, это для вас, для тех, кто радеет за язык, он от слов перешел к делу, от слов, которые болтают многие там в своих, там, каких-то газетенках, вот, вот, и орут на митингах, он сделал реальное дело, пора уйдать, вот, сделал целый аул, вот, ахшасный жена, сделал такой целый, я пришел, я обалдел там, понимаете, оказывается, месяц люди там жили, так здесь пять, там, опять этих жена, прям, не, калилет, тыхпойган, юрты, значит, улица, все такое, туалеты, там, отдельные душевые, там, все такое, да, люди жили в юртах, прям, вот, были в эту среду, самой маленькой было лет восемь-десять, вот, самому старшему было, там, где-то лет шестьдесят, и они общались только на казахском языке, то есть, они погрузились в эту среду, и потом, я там два дня был, смотрю, к нам, к ним приехали, значит, эти мастера по, она кинжалжаса, айтенберденежасон, айтпеттем на казахском, не только языковое, но еще бытовое, потом, значит, показывали, как она, клем, ток, итиндарды, госетта, как они, эти, прям, старушек привозят, естественно, за деньги, они все это объясняют, как это все было, людям было интересно, и мне очень понравилось, когда, значит, делали такие обряды, вот, вот, допустим, на кудаларгель, да, кельнцру, вот, кудалгжасау, да, вот, приходят, допустим, вот, в Канан был бас, куда, допустим, там, я все смотрел на среде, и они не просто это делали сами, там стоял аксахал, которые говорили, да, много друсты мест, много друсты, то есть люди хотя бы что-то делают, в чеке, притенгин джаса вата, да, кодна кельгин джаса вата, потом я узнал, я говорю, а сколько это стоит? Тысячу долларов, месяц питания, вот это, тысячу долларов стоит, чтобы месяц погрузить, и люди были там, оказывается, огромная очередь была, вот, поэтому, это я просто говорю, где я, вот, последний раз видел Ханата, вот, поэтому, я считаю, это действительно человек, который говорит то, что он думает, человек, может быть, неоднозначно, я счастлив, что у нас в стране есть неоднозначное мнение, я счастлив, что у нас есть палитра мнений, я не хочу, чтобы мы все строим шли куда-то на восток, на запад или на юг, вот, потому что, когда мы и такие, мы сильные, я хочу сказать большое спасибо Ханату, вот, Ильичу за его присутствие здесь, за интересный разговор, и я думаю, что в ваших, значит, материалах, в ваших, значит, разговорах, да, вот эта тема начнет продолжаться. Субтитры сделал DimaTorzok